всем привет небольшой обзорчик такой провокационный значит что меня к этому подтолкнуло значит я выставил анонс о том что мы собираемся с катей зайцевой установить рекорд в силовом экстриме и по оттолканию гантелей в айрон кинге мы сейчас заказываем и николай виткевич мой товарищ многолетний когда-то он стоял у истоков развития альтернативного пауэрлифтинга был одним из создателей WPC потом он ушел и стал развивать арм лифтинг и вот по поводу арм лифтинга у нас с ним столкновения были очень часто и здесь он написал по поводу того что от чего вот возьми там инчевые какие-то гантели там закажи там силоруков или где-то там я не знаю 53 или 54 килограмма там вот такие ручки вот у нас есть такой он постоянно продвигает своего своего звезду их не тюкалова который является там многократным всего-всего по арм лифту арм лифт кто не знает это такой жуткий спорт который я честно говоря никогда не признавал почему потому что там миллион дисциплин я даже не пытался все это охватить но основная моя мысль была и сегодня в том числе в диспуте с николаем виткевичем что в арм лифте нужно прежде всего природная сила вот она либо есть либо нет то есть накачать натренировать хват и натренировать там кисти вот сила рук практически я считаю что невозможно до какого-то предела на этом разрядником там каким-нибудь может там до кандидата я не знаю может до мастера спорта все это наверное можно как-то довести потом вот именно устанавливать какие-то рекорды можно только природно по большому природная сила должна быть вы наверное сталкивались очень часто с людьми которые там ну не часто но вот вы видели такие таких людей которые совершенно никогда не занимались спортом они берут там гнут гвозди там двухсотки закручивают там или монеты какие-нибудь гнут вот это вот природная сила то есть ты смотришь абсолютно худой какой-нибудь парень или мужик или дед и вот он берет и вот такие вещи по большому счету это относится и к арм рестлингу тоже потому что и предплечье тоже вот это вот накачать невозможно как у владимира кравцова или как у цыпленкова но это как от природы или вот такие вот пальцы которые вот просто приходит и делает все что хочешь и там и в любом виде спорта вот с такими руками природными это природно это генетика но николай начинает спорить вот он мне пишет тот а я ему написал игры вот вот каменные лица возьмите примеру при приходит какой-нибудь там из деревни пельмень и вот он просто херачит и у него тяжелая рука от природы он спортом жизни не занимался он такой ну не побоюсь этого слова жирный мешок он просто бьет на отмашь и хреначит и все и вот он он стал там звездой это этих каменных лиц арм лифтинг это примерно то же самое шаталин у вас что далеко ходить вот этого идиота посмотрите он какой он там отношение к спорту имеет где он там хотя коля утверждает что он мастер спорта был где-то там но никакого подтверждения естественно этого нет но он может где-то там держать на вытянутой руке там вот мемы вы полно увидите там где он там члены держит какие-то или там это испандер этот вот любим показывает свою силу на испандеры вот это тоже кстати по моему к арм лифту по моему это тоже относится вот этот клоун весь медалях это вот из арм лифтинга он считает себя звездой арм лифтинга и вот николай мне говорит вот тюкалов у нас такой вот он там толкает не все стронги смогут вот эти вот гантели с чего началось вообще он предложил толкни вот эту вот гантель возьми я говорю ты понимаешь там совсем это совершенно разные виды спорта стронга гантель повыше соответственно рука у тебя угол там повыше тебе легче там все это толкать а вот не каждый стронг сможет и все прочее и я попытался ему объяснить что но это природное никакого отношения я занимаюсь железом 45 лет и у меня никогда никаких талантов не было я докапывался по сантиметрику по по миллиметрику по граммам по килограммчиком все это выдирал и выкарабкивался а человек пришел и просто и вот он мне пишет когда я провел аналогию с каменными лицами он мне пишет а при чем тут арм лифтинг и идиотская забава с пощечинами а в арм лифтинге пахать надо еще больше чем пауэрлифтинга очень сомнительная природные данные играют роль не вы понимаете еще как бы я про арм рестлинг хотел сказать в арм рестлинге это техника там можно конечно там миллион всевозможных ухищрений и там действительно нужно быть техничным то есть где-то отпустить где-то поддать где-то закрутить где-то там но вы когда смотрите вы не понимаете что вообще у них происходит эта техника которая действительно оттачивается годами в арм лифтинге такого нет там не надо ничего отталкивает оттаскивает там у тебя как у цыпленкова дениса или вот такие сосиски пальчики ты вот так вот ухватил и поднял что хочешь и любую короду к колоду картам разорвешь или ты хрен вообще или вот предплечье там вот такое огромное там у тебя от природы так ну как бы это это разные вещи несопоставимые ну так вот я просто прыгаю прыгаю не готовился поэтому с тема на тему перепрыгивай немножко сумбурно получается природные данные играют роль как и везде с ними ты городские соревнования выигрыш или областные а дальше года тренировок к сарачевским балаганам и отношений не имеем насчет балаганов как бы я сам был против этих балаганов но я не думаю что арм лифтинг относится не к этим же самым балаганом это тот же самый балаган когда ты пришел поднял кирпич поднял хаб поднял вот эту ручку поднял вот эту ручку поднял вот эту вот этот болт и там загнул с такими миллиметрами когда миллион у тебя миллион дисциплин как и у нас сейчас то что я постоянно критикую пауэрлифтинге конечно ты всегда найдешь свою нишу и запихаешь и потом как этот идиот из Орска придет и вот такой весь в орденах и он там стал там шестикратным чемпионом мира один раз сам провел с тремя инвалидами турнир а второй раз просто приехал на золотой тигр там миллион дисциплин он где-то денег нашел кто-то его проспонсировал и он вот это вот понавешал и все и я герой и и по поводу того что годы тренировок вот я открываю первые попавшиеся вам клянусь вот эта звезда армлифтинга российского это этот тюкалов по прозвищу русский танк что-то с русским берсерком у меня ассоциации какие-то значит читаю железный мир сейчас мы знаем алексея тюкалова как одного из сильнейших армлифтеров планеты а с чего ты начинал когда появилась у тебя любовь к занятиям спортом и какими видами ты занимался алексей тюкалов отвечает с четырех лет начал заниматься в доме физкультуры в различных группах для детей с 8 лет пошел на бокс а до 18 выступал на турнирах по боксу и на районах городских областных зональных турнирах военном училище санкт-петербурге выступал за сборную там же увлекся рукопашным боем под началом виктора козака он является моим тренером с 97 года и по сей день с 97 года тренером по сей день то есть вы отследили да человек занимался спортом каким спортом хватом увлекся относительно недавно около трех лет назад все читаю сначала сейчас мы знаем алексея тюкалова как одного из сильнейших армлифтеров планеты он три года назад узнал вообще об этом видом в виде спорта он до этого занимался боксом рукопашным боем где он за ним годами тренировал этот свой хват объясните мне что это за вид спорта что ты пришел и занимался боксом всю жизнь и рукопашным боем а потом за три года ты стал величайшим там армлифтером планеты никакого отношения вообще сила хвата не имеет ни к боксу не к рукопашному бою вот я про это как раз и хотел сказать на этой теме мы как бы и зацепились я просто высказал свою точку зрения я понимаю сейчас мне заплюют поскольку я все-таки вице-президент на в которую входит армлифтинг но я не отношусь серьезно к этому виду спорта потому что вот это вот гантель вот то есть вот это вот эспандер этот он был всегда ты приходил выжимал от из под меня вот нету при моих вот этих мировых рекордах в жиме лежа я жму этот эспандер меньше чем мой младший сын честно у него от природы он никогда не занимался этим хотя я благодарен сила рукова он продвигает спорт неважно в каком виде этого но это такой спорт он есть я его не отрицаю что он есть у нас до хрена теперь виду спорта как бы но я отношусь к этому очень скептически и конечно все это смешно выглядит когда вот я начинаю там на себя одеяло то толк это тащить так же как вот коля виткевич говорил что вот а вот стронги не все могут как тюкалов ну наверно он вот добился своим упорством и своей вот силой воли вот он такой прям боролся боролся и поэтому сейчас сильнейший армлифтер планет мне кажется что это немножко несправедливо все это была моя точка зрения это был обзор от полей форма об армлифтинге стронгах пауэрлифтинге армрестлинге и всем на свете